Продолжение следует... Продолжение следует... Иначе неинтересно. Ну вот, это, собственно, весь дисклеймер. А вот, пока ютубчик не подбирается, ну и да ладно. Значит, как обычно, у нас сегодня лекция довольно примитивного содержания. Я постараюсь из этого примитивного содержания вычленить какие-то питон-специфические и просто удобные плюшки. Но всё ещё мы не дошли до таких мест в питоне, где мы будем адву напрягать мозг. А именно у нас сегодня разговор про последовательности и про, как следствие, про другой формат цикла, который цикл фор. Сразу скажу, что в сегодняшнем разговоре мы потрогаем довольно много тем, разбираться с которыми будем позже. Потому что в гармоничной, хорошо спаянной такой системе, как питон, невозможно её распилить на кусочки, независимые друг от друга. В частности, мы с вами немножко потыкаем пальцами объектную модель питона. Правда, это будет не, собственно, объектная модель, а всего лишь одна её объектной модель ипостась под названием инкомпсуляция. Все речь, иерархическое пространство имён. Давайте вот с этого и начнём. Мы, наверное, уже знаем по какому-то из демонстраций в прошлый раз, что в питоне есть глобальное пространство имён, в котором можно посмотреть либо функции dir, либо функции globals. Функции dir нам покажут только имена, и мы подозреваем, что это какой-то список. А функция globals покажет имена и собственное представление тех объектов, на которые эти имена указывают. Например, вот это вот имя name, в действительности это строка main, какой-нибудь run, в действительности функция run и так далее. Я запустил интерпретатор командной строки PtPython, который, пожалуй, самый легковесный из неродных интерпретаторов командной строки в питоне. Я его использую для того, чтобы он немножко раскраску нам делал. Она тут такая не совсем навязчивая, то есть тут можно догадаться, что некоторые символы разного цвета. В обычном PtPython этот самый dir из коробки будет и того меньше. Вот. Это, собственно, всё. Вот так выглядит голый питончик. У него есть только вот такие имена в глобальном namespace. Правда, у него есть ещё name space под названием built-ins, а built-ins это такой, кстати, а что это такое? Это такой модуль встроенный. И тип у него, я думаю, будет модуль. Вот. Так вот, значит, есть модуль под названием built-ins, в котором хранятся всевозможные имена, ну и, соответственно, объекты. Некоторые из которых мы даже знаем. Вот, например, мы знаем функцию print. Из чего следует простейший вывод, что когда мы набираем какой-то идентификатор в питоне, точнее, когда питон интерпретирует нечто как идентификатор, он этот идентификатор сначала ищет в глобальном namespace, а если не нашёл, то в namespace built-ins. Да, и когда мы говорим вместо вот этой штуки, говорим принт, то он находит этот самый принт и находит он ровно там же. Как-то так. Буилтинс принт. Вот, видите. Ну вот. И здесь мы уже столкнулись с понятием инкапсуляции, то есть вложенного пространства имён. Внутри модуля built-ins вложено пространство имён, в котором лежат всякие имена, DIR нам его показывает, а доступ к этим именам происходит через точку. Ну, собственно, на этом можно было бы и закончить про инкапсуляцию, благо это ровно она. Но нас интересует, в общем, даже другое. Во-первых, мы теперь видим, что любые объекты могут быть контейнерами других имён, которые ссылаются на другие объекты и так далее. А во-вторых, стоит вспомнить, мы про это будем ещё неоднократно говорить на разные темы, что в действительности даже такие волшебные вещи, как операции сложения, умножения, операция точка, вот эта операция точка, это всё в действительности синтаксический сахар для вызова соответствующих методов объектов наших. Ну, например, если мы пишем что-нибудь вот такое, а потом пишем а плюс b, то в действительности мы вызываем метод, который называется 2 подчёркивания от 2 подчёркивания, спецметод а.ад. Передавая ему второй параметр b. Ещё более в действительности слегка всё сложнее, но про вот это всё сложнее мы будем говорить, когда будем говорить про саму объектную модель. Сейчас нам важно понимать, что у любого объекта в Питоне есть пространство имён, и методы этого пространства имён и отвечают за его исполнение операций, которые выведены на уровень синтаксиса. Вот, даже можно вот так написать. Значит, див нету, есть труд див, и кажется, флот див, я не помню. Какой-то ещё див. Не помню какой. Вот. Да, див мод есть. Это остаток и частные. Ну вот, значит, таким образом, любое обращение к какой-то операции в действительности, это какой-то метод. Даже мы сейчас, как увидим в конце, ближе к концу лекции, даже квадратная скобочка, это тоже просто обращение к методу. Кроме того, есть такие штуки, как протоколы. Вот. Протокол – это ситуация, которая логически объясняет, как тот или иной оператор вычисляется. Сейчас. Как раз это мы сейчас упомянем, вот, что такое протокол. Вот. Ну, прежде чем к этому перейти, еще добавлю, что логическим, некоторым синтактическим сахаром также являются функции враппера типа функции лен. Вот функция лен от какого-то объекта на самом деле вызывает, ну, допустим, лен от s. На самом деле вызывает встроенный метод лен. И это вообще одно и то же. Скажем так, это, скорее всего, одно и то же. Я не уверен, что протокол лен строго всегда вызывает именно встроенный метод бла-бла-лен-бла-бла. Вот. Возможно, там есть какая-то более хитрая логика, про которую надо почитать документацию. Ну, почитайте. Еще один пример протокола, ради которого вообще зашел разговор о протоколе, это числовой протокол. Числовой протокол довольно сложная штука. Вот тут вот есть ссылка на описание номер протокола в реализации питона на си. Вот. И в разделе модель данных data model питона как раз написано, за какую арифметическую операцию, какой метод отвечает. Вот. И тут мы вспоминаем, что вообще-то у питона нашего duck typing, что возможность вообще выполнения операции над каким бы то ни было объектом определяется наличием у этого объекта соответствующего метода, а тип этого объекта не имеет особого значения. Ну, на самый крайний случай, если вы пытаетесь проделать операцию сложения над двумя типами, которые не складываются, скажем, строчку с числом, вам выдадут исключения. Вот. Но попытаются, попытаются, потому что операция ADD все-таки существует. соответственно, числовой протокол это вот какая вещь. На самом деле, когда я сказал, что ну, скажем, умножить на b, а, так нельзя, а, b равняется, ну, скажем, b, 3, и а умножить на b это вот такая штука, и она на самом деле превращается вот в это, я немножко упростил ситуацию. И вот почему. Смотрите. Тип а у нас строка, тип b у нас int. Очевидно, что стр жмул от а, b работает. Строка знает, как ее строку умножать на число. Ну, для того, чтобы а умножилось а умножилось на b, можно повторить это самое а, b раз. А как работает вот такая штука? Она работает, очевидно, число тоже можно умножить на строку. Но в действительности у нас типа b это int, и поэтому если мы напишем вот так вот, мы получим вот такой странный результат. В чем фишка? Фишка стоит в том, что число, разумеется, не знает, как его умножать на произвольную последовательность. Метод мул числовой числовой числового объекта b не имеет малейшего представления о том, как на число можно умножать произвольную последовательность, например, строку. Ему все равно, он говорит, я не знаю, я не умею умножать число на строку. И числовой протокол говорит буквально следующее. Слушай, если ты не умеешь умножать, если ты не умеешь умножать, это я что, питончик обычный запустил? Да. для красоты. a,b равняется 2,4. Если ты не умеешь умножать число на строку, и у тебя при попытке умножить число на строку появляется объект not implemented, а not implemented объект такой, это не исключение, это объект класса not implemented, то попробуй поменять их местами и выполнить операцию правого умножения строки на число. И она работает. Вот. с арифметическими операциями, которые симметричные, забыл слово, коммутативные, да, так вот, для коммутативных операций, а мы считаем, что в нашей арифметике коммутативные являются, скажем, умножение и сложение, да, вот такая штука работает. Вот. Соответственно, почему я это вспомнил, нам придется это сегодня увидеть, вот, мы к этому еще вернемся, когда будем делать самостоятельно вот такие методы класса и моделировать, сделать так, чтобы наши объекты наших классов могли умножаться. Так вот, я подвожу к тому, что понятие последовательности в Питоне это тоже такой протокол. Последовательность это просто объект, который поддерживает нужные методы. Индексируемая последовательность должна поддерживать метод гетайтем, итерируемая последовательность должна поддерживать метод iter, ну, бла-бла гетайтем и бла-бла iter, бла-бла iter, который возвращает специальный объект итератор, про объекты итераторы мы будем говорить, ну, через месяц, наверное, примерно, вот, может быть, чуть раньше, вот, возвращает специальный объект итератор, и вот тогда это является последовательностью. Прежде чем задуматься и запутаться в этих странных утверждениях, давайте просто посмотрим, как работает цикл for, возможно, на примере будет понятно, что такое последовательность, ну, а мы так понятны, что такое последовательность, но на примере будет понятно, что это не страшно. Значит, цикл for имеет общий вид такой, for, ну, скажем, имя, in последовательность, ну, var, ну, скажем, скажем, строчка, мы знаем, что строка является последовательностью Ну или кортеж какой-нибудь, неважно. Давайте кортеж напишем, раз, два, три, кукла. Дальше следует отступ. Это неправильно. Дальше следует отступ, после чего перепишется тело цикла, в котором последовательно все объекты нашей последовательности связываются именем var. Сначала нулевой элемент, потом первый, потом второй, и так дальше. Собственно, всё. Вся любовь. Выглядит это так. В принципе, вы можете, например, написать последовательность последовательности в правой части фиксированного размера, а в левой части их распаковывать так же, как мы распаковываем вот здесь. Когда я пишу вот такую конструкцию... Где тут? Когда я пишу вот такую конструкцию, мы с вами об этом уже говорили, справа у нас просто кортеж, константный список из двух элементов, а слева два имени через запятую. Кортеж распаковывается, попадает в эти имена. Вы можете сделать то же самое и здесь. Например, написать for a, b, in, и дальше последовательность последовательности из двух элементов. Ну, не знаю. Вот. Вот. Значит, при этом будет происходить распаковка. Точно так же, как мы видели, я думаю, может происходить распаковка и вот таким вот образом. Точно. Вот. При этом вот эта вот качел-часть со звёздочкой будет всасывать все лишние объекты. У нас тут при распаковке их оказалось 6 штук. Значит, первый попал в а, последний попал в б, а средний попали в что? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что это за тип данных такой. Это список. На списке мы глядели одним глазом, когда я рассказывал про связывание. Вот. Вот это вот. Значит, да. Точно так же, как во всех других языках программирования есть операторы break и continue. Мы эти операторы break и continue обсуждали уже в цикле while. они абсолютно такие же. Оператор break сразу выводит нас за пределы цикла. Оператор continue сразу переводит нас на начало цикла. Это такие удобные паттерны программирования логоритмические, которые часто встречаются в наших разработках логоритмических. Вот. Точно так же, как к циклу while есть оператор else, оператор else есть и к циклу for. К циклу while оператор else еще можно как-то трактовать, что while условие выполнено, тело выполняется else, то бишь, читай, условие не выполнено, выполняется clause else. В случае цикла for это уже такой простой трактовки не подлежит, но работает точно так же. Если мы вышли из for, потому что последовательность закончилась, else выполняется. Если мы вышли из for, потому что мы вышли по break, else не выполняется. Вот. Что делает этот кусочек кода? Он просматривает последовательность в правой части. Раз, два, три, четыре, пять. Если в ней находится число 13, то он пишет ups, а если не находит, то пишет, что 13 не было. И точно так же, как мы это смотрели на лекции для цикла while, выглядит это абсолютно та же самая история. Вот, пожалуйста. Смысл этого реализовать тот самый pattern программирования, который называется point 1, часто встречающаяся ситуация, которую обычно мы с вами программируем на языках без clause else к циклам, решаем введением специальной переменной мы что-то нашли или мы ничего не нашли. Вот, переменной мы что-то нашли, нужна для того, чтобы разделить выход из цикла на штатный и нештатный. Но в данном случае это делать не надо, за нас это делает питончик. Вот, clause else к for. Также я рекомендую ее использовать на постоянке, потому что вот очень часто так бывает нужно. Вот, чуть ближе мы этой темой займемся, когда будем говорить про итераторы, а пока вроде бы понятно, да, справа последовательность, слева имена, имена связывают соответствующие элементы последовательности, и на этом все. Кстати сказать, когда мы пишем множественное присваивание, вот такое, да, справа может быть любая последовательность, распаковать можно вообще любую последовательность, не только, не только, не только кортеж. Там может быть и список, пожалуйста, да. Вот, там может быть вообще даже генерируемая последовательность, только, ну, например, итератор какой-нибудь. Это тоже может быть. Вот, мы пока ни одного итератора не знаем, но, допустим, есть итератор range, который, это не итератор, это специальный объект, вычислимая последовательность, который возвращает последовательность чисел от, там, не знаю, начала до конца. Вот. Такая штука тоже возможна. Пожалуйста. Сначала эта последовательность распакуется, про range мы поговорим в конце лекции. Сначала эта последовательность распакуется в список, потом произойдёт множественное связывание, но поскольку здесь поставил качелл звёздочку, то остаток этого списка запишется вот сюда. Любая последовательность может стоять слева. Теперь я могу с лёгким сердцем вспомнить, что у нас есть функция all и any, параметры, которые, кажется, являются последовательностью. Давайте посмотрим. Да. Что такое all? Давайте так сделаем. Для начала простой вариант. Да, это была запятая. Труём. Это на самом деле не труём, а тру запятая. Вот. Абсолютно тупой вопрос. Что это за конструкция с двумя скобочками? Что означают двойные скобки? Да, совершенно справедливо. Это просто кортеж внутри вызова функции. Ничего такого. Иногда люди смотрят на это, такие как вот под дудочкой этого. Главное не написать без скобок. Да, да, да. А если написать без скобок, он отругает. Дело в том, что у функции all есть единственный вариант. И это одна последовательность, один параметр. Exactly one argument. Да? Вот. Поэтому надо обязательно какие-то скобки туда ставить. А, кстати, тут тоже можно поставить любую последовательность. Совершенно не обязательно. Это будет кортеж. Тот же range можно вот. Ну вот. Так вот all – это такой кумулятивный end многоместный. Как нетрудно догадаться. Ну а any – это кумулятивный or многоместный. Вот, собственно, и всё. Любая последовательность здесь может быть. Можно range написать. Смотрите. Вот. Только не all. Range от единицы до пяти, пожалуйста, работает. А если от минус единицы – не работает, потому что там был ноль. Вот. Вот. Значит, это что касаемо all и any. Да. Ага. Вот. Вообще вот эти самые последовательности – это чуть ли не самый популярный, понятное дело, в питоне инструмент. С помощью них выражены всё – параметры функций, вот как мы видели множественные присваивания, что угодно. Вот. Что можно делать с последовательностями? Мы с вами уже знаем, что можно проверять наличие элемента, элемент in-последовательность, а также синтактический сахар. Элемент не в последовательности. Вот это not in – это операция проверки принадлежности. Последовательности любые. Можно складывать. Вот. Строки можно складывать. Списки можно складывать. Интересно, можно ли складывать range? Я думаю, что нет. Потому что они… да, потому что они… Потому что они формируют что-то, что нельзя описать range. Да. К сожалению, нельзя их складывать. Хотя range – довольно забавная штука. Умножать можно последовательность на число. На число. n у нас число. Вот. Как мы видели, это делается методом mool. Допустим, у нас есть какая-нибудь строчка. Давайте мы ещё тут пробелечков понаставим, чтобы её было… Да… Так вот, по последовательности можно индексировать. Нулевой элемент последовательности – это нулевой элемент последовательности, это первый – это первый, минус первый – это последний, минус второй – это последний из края, ну и так дальше. вот это вот этот пробельчик минус 1 минус 2 минус 3 вот операция индексирования сразу забежим вперед это операция гитайте точнее даже не так опера квадратная скобочка эта операция гитайте вот это совершенно одно и то же что одно что другое это метод гитайте то есть опять же забегая вперед если в вашем объекте есть метод гитайте его можно немедленно использовать квадратными скобочками будет вызываться этот метод но индексирование то ладно бывает еще до длина последовательности минимальный максимальный элемент последовательности это все умеет делать все умеет делать последовательность до бога ради вот зря я тут использовал строку потому что элемент строки это такая забавная штука но я думаю что пока мы посмотрим на это сквозь пальцы со списком все точно так же работает или с картером по элементам вот более интересная штука и эта операция секционирования как вы думаете это вопрос исключительно на догадку те кто не знает те кто знает не отвечайте что сейчас какой объект час конструируется вот с первого по четвертый элемент это значит что будет что сейчас выведется либо все знают а x c да нет а x c потому что вот эта часть не включается это сделано для удобства предположим у нас есть длина нашей последовательности и она 12 поэтому если я скажу с от 0 до 12 то он все равно нормально сработает но следует сказать что если вы даже напишите до 112 он нормально сработает потому что в отличие от операции индексирования которые вы выведет вам ошибку операция секционирования она любит она может с любым как бы вы можете давать туда любой интервал она его урежет до нормальных вот ну дальше больше раз уж есть раз уж есть индексирование то можно попробовать сделать индексирование с шагом смотрите шагом 3 q c и b вот но и так дальше и так дальше вы можете написать что-то типа да вы можете вообще не писать очевидных вещей вот эта вот конструкция означает от начала до конца с шагом 3 а это вот конструкция похоже на маленький маленький баян значит означает вообще копию нашего создать копию нашего нашей последовательности вот ну наконец мы можем сделать так от минус первого элемента до скажем первого шагом минус один обратите внимание на то что нет возможности вот этот элемент задать при шагом минус один но мы можем сделать вот так тогда все будет хорошо единстве что нельзя сделать это с отрицательным шагом задать нулевой элемент потому что потому что он не включен да вот туда надо написать какой-то минус один но минус один не сработает вот это единственное исключение из этого удобного синтеза что когда вы в обратную сторону идете для того чтобы указать что все включаю нулевой элемент в ваш диапазон умещается нужно просто использовать умолчание ну вот интересно вот так работает тоже ведь баянчик такой баян пошире да отлично работает вот обратите внимание на то также что если у вас отрицательный начальный индекс то конечный предполагается равным вот этому самому слева за нулю таким образом можно довольно прихотливые брать секции из нашей последовательности вот все это поддерживается операциями над последовательностью так написано кроме того еще есть метод индекс который проверяет проверяет вы возвращает нам номер индекс вот допустим четырех по которым лежит соответствующий элемент или кидает исключение если он там не лежит да и метод каунт вот четверка встречается один раз а 14 встречается все это умеют повторюсь вообще все последовательности потому что так устроен протокол последовательности как минимум встроенные стройные список тепл и рейндж это все умеют а нет а да вообще все вообще все они это умеют у кого такая такой же как у самой последовательности исходной смотрите с у нас строка значит секция от строки тоже будет строка шага минус 1 до если у нас объект тепл то его тип среза будет супу то есть это не специальный объект срез это сконструирование нового объекта того же типа это довольно удобно когда вы производите операцию над этими объектами например берете кусочек от одной строки кусочек от другой строки складываете и получается вот такая картина никого нового типа под названием средств нету на самом деле он есть но он очень редко используется называется view мы до него дойдем только когда будем работать с массивами такими настоящими вот смотрите такой вопрос у нас есть допустим вот кортеж чем отличается вот такая конструкция вот вот такую конструкцию вопрос это так называемый неглубокая копия то есть мы создаем новый объект типа лист или типа типа того же типа что и старый вот и складываем в него ссылки на те объекты на которые были ссылки в старом объекте глубокая копия то более сложная штука мы к этому еще придем сегодня немножко подковерного 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 знания как я уже говорил так вот значит гитайте как уже было сказано гитайте мы тот самый это реализация квадратные скобочки что же происходит с этим самым гитайте мам когда ему передают вот такие гармошки очевидно что ему нужно ну передается какие-то не такие параметры давайте мы еще раз забежим вперед и посмотрим посмотрим что передается в параметрах тут вроде все понятно да если мы берем выполняем операцию индексирования помните я обещал что если у вас есть метод гитайте то квадратная скобка с вашим объектом будет работать она работает вот давайте мы сделаем только не так нет просто если вы напишите вот так вот это будет число 123 а нам нужен тюбль давайте так сделаем type вот что там c раз два три видите да вот то есть функции передается передается тюбль из целых чисел а ну первый из них целый вот давайте попробуем ему скормить скормить ща c от 1 2 3 4 5 6 предположительно о смотрите какая интересная штука когда вы пишете вот такую конструкция на самом деле формируется специальный объект типа слайс давайте только вот тогда сделаем вот так упростим нашу конструкцию вот так будет проще наверное да специальный объект типа слайс вам передается в качестве кстати можно пользоваться вот слайс это такое типа хранилище для трех элементов да вот в данном случае это слайс который должен соответствовать последовательности от первого до второго с шагом 3 вот слайсу совершенно все равно можно ли достичь пустая или последовательность от первого для второго с шагом 3 не пустая просто хранилище трех трех этих самых трех полей сейчас рез . старт рез . стоп рез . степ вот степ ноун да а если мы напишем что-то типа равняется с от раз 5 100 до другой да вот что что я сделал не так проверяем а сейчас секунду сейчас проверим вот вот теперь будет работать я там лишний раз видимо вот вот теперь так все да 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 я там c большой написал спасибо никита тут мне подсказывают ну вот смотрите да таким образом таким образом вся вот это вот красивая красивая синтаксис который нам предоставляют до операции секционирования в действительности достаточно красиво превращается в передачу одну и той же функции get item просто объектов либо типа int вообще были любых вообще говоря любых почему бы и нет это же дак тайпинг никто не проверяет либо попыткой собрать вау я так никогда не пробовал мне нравится сейчас чуть придумаю если единый энд за пределы последовательности выходит то нормально это обработается и мы все-таки верить упадем в единый энд этого о чем слайс совершенно все равно какие там числа вообще потому что он не знает за пределы какой последовательности ему выходить слайс это всего лишь набор набор из трех индексов чего это индексы ему все равно не его проблем соответственно мы с вами уже видели что операции индексирования операции индексирования она даже для ситуации когда мы строго выходим за пределы последовательности она все равно подает то что в этой последовательности есть ну допустим сейчас где там у нас вот да мы вполне можем написать эль да 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 там от 1000 до 2 до 100 до 200 пожалуйста да и в обратную сторону тоже только с шагом минус один вот пожалуйста да то есть в отличие от операции от операции индексирования операция секционирования она не выводит этого этого а слайс как я понимаю вообще любые три возможно тепл тоже съест конечно мне интересно знать если он не тепл а не хашируемый объект съел короче хранилище трех объектов ну-ка зачем лишний вот лишний мозг применять там где его применять не надо вот питон в этом смысле конечно молочина зачем думать за нас вот мы должны думать как как говорится машина не может думать машина должна ездить 20 ну вот как то так так мы тут потоптались довольно довольно агрессивно на этом самом гитайцами прикольная вещь с помощью мы можно всякие чудодейственные синтаксические штуки делать когда вы сами свои собственные объекты делать еще раз про строки я это кажется уже говорил но я повторю на всякий случай вдруг кто забыл вот тепли и списки про которым мы поговорим попозже они хранят объект у меня тут спрашивают как можно использовать объект типа слайс из него можно брать первое второе третье поле а еще объекты типа слайс создаются автоматически когда вы используете вот такие конструкции больше их никак использовать вообще говоря не нужно кажется у них нету нету особых операций нет у них особых опера у них есть сравнение я вау это тоже не знал до сегодняшнего дня ну реально свои слайсы же это интервалы да да слушайте почитайте документа я не знаю только что это открыл нет конечно нет только индексы так как так как вы написали в методе гитайте так и берите нет нет вы не к нему обращайтесь а окей смотрите я понял вопрос это то что у нас не было и не будет еще до разговора про объекты обратите внимание вот сюда у метода гитайте есть еще первый параметр и это сам ваш объект метод гитайте на вход получает не только слайс но этот объект чей слайс вы должны сделать и вот там то вот вот к нему то вы обратитесь сам слайс разумеется ничего этого не хранит многие это этим этого хранит просто там дальше начинается история что объект целф синтаксически не показывается когда мы вызываем метод объекта ну вот вот это вот все мы про это еще поговорим когда будем говорить про объектной модель нет у ренджи просто 33 параметры да сейчас давайте посмотрим это тоже он принимает три параметра интересно могут ли они быть не могут вот вот у ренджи только это же а у слайс что хотите потому что слайс это штука для индексирования а штука для индексирования может как ваш объект за дизайнен такого типа параметра вы ему передаете слайсу все равно он знаешь там три позиции вот протокол так сказать секционирование поддерживается таким способом так все-таки про строки значит я это уже говорил но хочу напомнить здесь присутствующим что строки в отличие от в отличие от списков и кортежей да это конечно хранимые объекты но элементы строк секции строк но секции понятное дело это вычислимый объект его не существовал до данного момента а вот индекс индексирование строки это тоже вычисленный объект вот допустим type от с тип строки это строка тип элемента строки это тоже строка то есть строка это объект содержащий несколько строк вот тут наступает немножко дурной бесконечности потому что у любой строки как известно есть нулевой элемент или минус 1 почему так потому что строка конечно хранимая последовательность там где-то хранятся вот эти самые символы но операция индексирования в строке реализованы не так как в случае списка или или кортежа операция это индексирование она вычисляет как бы элемент нашей строки и возвращает увидя строки длиной 1 да вот тем самым мы избавляемся от необходимости иметь отдельный тип данных под названием символ в питоне потому что он не нужен вот мне тут советуют вот такую штуку сейчас попробуем а но он просто возвращает все три понятно индексы нет все так а что там надо будет не тут интересно от длины ага и вот здесь вот видите спасибо большое спасибо большое михаил смотрите и здесь вот он сделал вот эту урезание он 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 сходил сказал что вообще-то их тут вот вау больше пяти то не бывает да вот два вы можете сделать а 12 не можете их там всего пять в общем некоторая логика интересная тема как много сегодня открытий на лекции мы сделали это же прям клево вот окей значит про строки мы поговорили следующая тема сегодняшнего разговора это модифицируемые последовательности из которых мы знаем пока только список и будем говорить про него опять таки протокол модифицированной последовательности говорит нам о том что помимо метода get item должен еще метод set item единственная последовательность которая встроенная является последовательностью и она модифицируемая в питоне кажется единственное это список вот вот списки как мы помним конструируются вот таким вот образом лежать могут не какие-то совершенно любые объекты абсолютно любые потому что как мы помним список в питоне это на самом деле вообще не список вот вот те списки которые мы учили на первом курсе да linked list то что называется там элемент ссылка на следующий элемент элемент ссылка на следующий элемент вот в питоне этого не просто нет в питоне это не надо использовать никогда связанные списки в питоне использовать не надо лучше от этого не будет хуже будет тип данных лист в питоне это динамический массив точнее динамическая таблица как-то выглядит так немножко с конца тогда зайду а потом мы вернемся про списка поговорим ладно значит динамическая таблица это буквально следующее у нас есть мы заводим в памяти допустим 16 элементов вот это описатель плюс значит какой-то размер я кстати не знаю сколько там элементов вот и сейчас у нас в этом самом списке а 0 элементов но в памяти уже заведено 16 или 8 я не помню мы сейчас это узнаем ссылок на место куда можно положить ссылку на элемент если мы скажем например а . append там раз два три начинает расширяться ну кажется get size of делать не то что нужно а жалко ну вот да он делает не то что я хочу извините нам нужно не get size of нам нужно окей сейчас я не буду не буду экспромта давайте поверьте мне на слово пожалуйста и так работа динамического массива такая мы заводим массив изначально сразу на 16 элементов а кстати может здесь есть пример секунду давайте простите я впишу сюда что я будущим поколением попробую придумать пример вот это самый геометрического роста простите вы этого не увидите ну это наверное просто что-то похожее на c++ вектор да это что-то похожее на c++ вектор еще неизвестно кто на кого похож но в общем наверное все таки похож на c++ вектор потому что питон списки в питоне появились примерно с рождения питона то есть в конце 80-х c++ тогда уже существовал вполне вот но давайте я все таки доскажусь значит на пальцах итак у нас есть пустой список я буду называть его списком хотя напоминаю что динамической таблицы пустой список в действительности он занимает в памяти допустим 16 элементов после того как мы начинаем в него добавлять вот первый момент добавляем второй третий и так дальше и так дальше и так дальше в какой-то момент размер этих 16 элементов заканчивается в этот момент вот при попытке добавить следующий элемент вот сейчас происходит так называемое геометрическое масштабирование почему оно геометрическое сейчас расскажу размер нашего нашей таблицы увеличивается вдвое и все данные старые таблицы копируются в норме а старый удаляется таким образом добавление элементов в список в конец списка операция которая выполняется за константу у нас там есть n пополам свободных мест и в эти свободные места мы добавляем просто каждый мы храним длину массива да и просто добавляем на свободное место очевидно ли не за исключением ситуации когда нам нужно произвести масштабирование в этом случае операция добавления в конец имеет четко линейную сложность нам надо создать в два раза больше памяти завести все скопировать из старого массива в новый и значит в очередной 16 элемент вот сейчас 17 элемент в массиве обновить размер массива увеличивается так будет происходить каждый раз когда удвоение размера когда мы увеличиваем размер массива да а нужно посмотреть на массива нет нет не показывает дети сайзов показывают суммарный размер элементов к сожалению я поэтому записал видите себе в туду если хотите я в следующий раз если не забуду просто в начале следующей лекции покажу этот пример чтобы было видно когда происходит масштабирование и при каких условиях вот сейчас я это не буду просто экспромтом делать ну вот он не удваивает эту таблицу а если сделать новую удвоенную да но смотрите удваивать эту таблицу если ваша операционная система и возможно архитектура процессора позволяет вот такое мгновенное удваивание то есть взять у вас есть блок в памяти сходить к виртуальной памяти и приписать к нему виртуальный еще один блок тогда наверное так будет но я таких операционных систем не знаю вы когда требуете там килобайт у нее вам выдается килобайт следующий килобайт будет по другому адресу поэтому в общем случае да придется копировать казалось бы получается что операция добавления в конец списка удаление с конца списка время от времени становится линейной это очень плохо но поскольку такая штука происходит только в случае когда количество добавленных вами элементов удвоилось то есть вы в два раза больше их туда положили то даже в этом случае если вы просто будете миллион раз добавлять элементы в конец материала вычислительная сложность этой операции о большое будет констант именно потому что единицы на экспоненты это исчезающая маленькая сложность можно наверное написать пример при котором эта сложность будет чуть выше потому что при удалении элемента из списка он же динамический массив происходит обратная ситуация вы просто уменьшаете его длину а когда размер этого массива скажет станет равным скажем 1 4 исходного размера происходит масштабирование в обратную сторону причем упополамливание в новом массиве будет заполнена не одна четверть а только одна вторая примерно так это устроено в результате мы получаем очень эффективную динамическую структуру данных которая выглядит как список в том смысле что она динамическая туда можно класть любой элемент любого типа напоминаю в питоне вообще любой тип ну и соответственно можно написать что-нибудь типа такого пожалуйста да или вот такого модифицируемый тип данных характерен тем что вот от такой модификации ничего не меняется мы не не создаем нового элемента мы просто нового нового массива мы просто берем и замещаем один из элементов другим и вот а вот а становится бывает таким же да вот и все и да да естественно не поменялся вот история с методом с это этим абсолютно такая же как с методом гита этим да кстати нет так не сработает нам скажут что индекс out of range а вот так сработает вот она вот с теми же пирогами если мы указываем указываем не одно параметра несколько через двоеточие то нашему объекту проезжает вместо вместо целого числа приезжает слайс то есть можем написать вот так вот от первого до пятого равняется ну скажем вот что при этом произойдет кстати удаляться элементы номер один два три четыре вот эти и эта последователь распакуется и вставится на их место о ну заменили одну секцию другой можно немножко по извращаться можно написать от минус четвертого до минус до до скорости второго шагом шагом минус один да заменить на е е е а нельзя если вы указываете шаг вашему слайсу то вы обязаны сделать так чтобы последователь которую присваиваете была по длине равна последователь которую вы которую вы заменяете ну тут 6 элементов да давайте о 1 2 3 4 5 6 вот но да это нужно в случае если вы указали шаг вашего слайса нужно чтобы последователь справа и последователь слева были и и размерность слайса слева были одинаковой длины вот такая вот картинка да вот такая штука редко когда встречается в реал-лайфе она просто просто а как это следует из логики самого самой операции индексирования при помощи слайс работает ли масштабирование в list comprehension кстати про list comprehension мы не говорили сейчас скажу когда заранее известно количество элементов например вот так вот мне кажется мне кажется что заранее не известно количество элементов на самом-то деле кажется мне не я не знаю ответ на этот вопрос я понимаю что в эту картинку можно с оптимизировать но насколько в питоне это с оптимизировано или нет не могу сказать могу только сказать что поскольку операция добавления элементов в список в среднем имеет константную сложность то разницы никакой нужно масштабирование не нужно с масштабирование будет работать на несколько тактов медленнее вот и все тем не менее михаил мне тут напомнил об одной штуке которая называется list comprehension список можно задать не только вот так а еще и написать так называемую списковую сборку списка сборка выглядит так здесь выражение ну скажем и умножить на 2 плюс 1 for и пин range вот ну или не там и не знаю про раньше мы уже говорили до range от 2 до 6 вот значит обратите внимание что это не оператор цикла это такое выражение у него немножко другие правила синтаксиса совсем другие правила синтакса и она вычисляется прямо вот здесь вот сейчас что мы сделали мы говорили создай список который бы состоял из вот этого вот вот из таких-то элементов где эти элементы вот это и поощрёдно связывает элементы вот этого вот этого вот этой последовательности вот довольно прихотливо можно формировать списки прямо одной строкой а что особенно с учетом того что мы можем еще вставлять так называемую фильтрационную часть смотрите в этом списке нет 13 почему потому что мы сказали что и будет проходить по вот этой последовательности но если вот это выражение истинно то этот кусочек если это выражение ложно то этот кусочек будет пропускаться не отвелся нельзя потому что else это вот это и что мы будем а нет нет так покажется нельзя давайте посмотрим но кажется нельзя я понял о чем вы говорите это было бы слишком сложно просто чисто чисто синтактически эта структура стал бы нелинейный но вдруг ну в общем нет никакого else тут нету вас ну нету нету значит я могу сказать почему потому что вернее я могу предположить почему потому что вот смотрите вот мы написали ls да в этом месте ну хорошо давайте ну нет нет она слишком далеко она слишком далеко от вот этого да тут вот 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 тут целый а а еще она находится как бы в конце цикла не внутри него внутренний цикл вот здесь то есть надо придумать синтактическая какой-то трюк который бы else вот сюда бы вставлял ну в общем ну короче сложно это сложно это синтактически это невозможно придумать так чтобы она читалась особенно с учетом того что на самом деле циклические конструкции мог быть вложены вот давайте плюс же умножить на 100 вот обратите внимание в каком порядке вложенные вложенные списковой сборки обрабатываются как если бы вот этот фор был написан в столбик допишем после соответствующего цикла именно так да нет а если нужно что-то еще более сложный не используйте списываю сборки вы их потом прочесть не сможете вот напишите честный оператор цикла да нет смотрите есть такая тема написать все на питоне в одну строчку и это даже возможно с учетом того что в питоне есть функционирует функциональные возможности вот это вот все можно это написать но еще больше чинич прочитать это в одну строчку понимаете вот поэтому надо в какой-то момент с извращениями останавливаться да пока она читается пишите в одну строчку когда перестает читаться не пишите пожалуйста в одну строчку вот мне кажется что вот здесь вот можно написать ив и не равно равно двум да вот смотрите сработало сработало вот это и вот к этому фору а я там к этому фор будет там вот такая штука и это называется как раз листком превеншин или списковая сборка или генератор цикла вот значит возвращаясь к тому что список у нас реализован как динамический массив к точнее как динамической таблицы то есть массив ссылок на объект в результате получается что с достаточно хорошей гарантии то есть с гарантией операция append то есть добавление в конец списка будут иметь линейную сложность будут иметь линейную сложность с учетом вот этого самого масштабирования которое происходит крайне редко точно так же операция поп точно так же операция поп снятие да или . поп будет иметь линейную сложность можно пользоваться можно ей пользоваться вот можно и пользоваться свое удовольствие и считать что это очень эффективный реализации чего вот стека вот немножко идеологического грузилова от меня почему в питоне не надо использовать конструкцию которой линкет лист в питоне можно написать линкет лист очень легко с помощью обычного списка состоящего из двух элементов пустой список вот такой да список из одного элемента это значит даже не такой а вот такой да список из одного элемента будет выглядеть так ну вы поняли да нет список из одного элемента будет будет выглядеть так да список из двух элементов будет выглядеть вот так ну и так дальше вы поняли в принципе это можно сделать но вы понимаете глубину извращения во первых синтаксического которое с этим придется вам иметь дело и во вторых попробуйте придумать не глядя в конспект лекций да значит не так я не все сказал вычислительная сложность вычислительная сложность добавление в конец динамического массива константа вычислительная сложность вставки в начало линкет лист константа вычислительная сложность добавления в конец линкет лист разумеется нам нужно сначала дойти до конца линкет лист если вы не храните его конец да и это будет n то есть линейная можно предпринять некоторые действия чтобы добавление в конец линкет лист было константы и хранить его конец но это уже как бы технический деталь вычислительная сложность вставки в начало динамического массива линейная для того чтобы вставить что-то перед всеми элементами эти все элементы надо подвинуть на одну ячейку а в начало вставить имейте в виду операция insert работает в n раз медленнее чем операция append потому что все предыдущие элементы переставляются в нашем динамическом массиве на одну ячейку вперед разумеется все эти операции типа delete вот они тоже так работают они они линейные по сложности операция поиска по массиву нужного элемента линейно если только он у вас не упорядочен тогда можно бинарный поиск организовать чем связанный список линкет лист вот такой где он там вот такой вот такой лучше чем динамический массив удаление элемента или вставка элементов в произвольное место не любого элемента произвольного потому что ставка удаления в конец у нас работает линейно а теперь давайте придумаем какой-нибудь алгоритм который требует удаления и вставки произвольного произвольного элемента в списке без поиска этого списка а поиск линейный без поиска этого элемента в списке а поиск у нас линейный не бывает ну я утверждаю что не бывает возможно я ошибаюсь приведите пример нет это не быстрее это быстрее ну скажем в два раза да то есть с точки зрения до мультипликативной константы то есть вычислительная сложность будет о большой от линии все и там и там соответственно по этой причине а также по причине того что динамические массивы очень да они жрут разумеется в два раза меньше памяти потому что не надо хранить еще элемент отдельно ссылку на следующий отдельно вот они очень эффективно реализуются на том же си как соответствующая структура данных ну в общем да и там нету вот этого треша с непонятными ссылками в неизвестно куда которые вы забыли вставить с двойным удалением удаленного элемента ну в общем концепция safe memory не предполагает linked list а если предполагает то с очень большими трудностями связан вот тем не менее существует довольно известный паттерн и довольно известный ну паттерн программирования довольно известная структура данных которая плохо реализуется с помощью питоновского листа это очередь вот любой элемент в списке нам никогда не захочется удалять потому что нам сначала его надо найти а это линейная сложность а вот первый элемент в списке очень часто хочется удалять например если мы реализуем FIFO очередь в начало вставил в конце удалил вот поскольку такая штука вообще не ну нельзя реализовывать очередь с помощью списка она будет у нее в среднем линейная сложность работы с элементом в питоне есть специальный модуль даже не так напишу ну все что угодно можно организовать в питоне а что такое двухсвязный список чтобы что чтобы в три раза больше данных хранить а я сейчас про это расскажу это совсем не двухсвязный список значит есть такая штука она называется DECO вот читается это как DECO то бишь колода вот представьте себе колоду карт там и к верхним элементам есть доступ и к нижним есть а посредине нету вот только пишется как DECO это такая двойная очередь я не знаю как правильно писать кто ее придумал кто придумал это слово DECO тот явно упражнял с английским языком и действительно получается так что это одновременная двойная очередь в обе стороны да и такая колода объекты типа DECO имеют ну давайте мы его сейчас сделаем D равняется DECO у них гарантированно операция вставки в конец в начало удаление с конца из начала константная не DIR, а DIR D вот соответственно у них есть операция аппенд а есть операция аппенд-лефт это значит вставить слева в начало есть операция поп есть операция поп-лефт значит убрать элемент из начала в отличие от очереди в которой мы ну там FIFO в DECO мы можем вставлять и удалять с любой стороны и вы я думаю немножко себе представляете как это реализовано с точки зрения динамической таблицы у нас есть вот такой объем памяти вот здесь у нас находится это DECO мы можем добавлять в начало добавлять в конец когда мы выходим за пределы мы ее удваиваем и тоже размещаем где-то посередине добавляем в начало добавляем в конец ну в общем та же самая история только она растет в две стороны и чуть-чуть сложнее реализации на оси не более того вот соответственно для того чтобы работать с очередями как с примитивными структурами данных я сейчас специально сказал примитивными потому что если у вас есть очереди которые вы используете для синхронизации то там вам нужно еще думать про совместный доступ про блокировку и кучу-кучу всего реализовать но если вам нужно просто просто фифо очередь как очередь используйте DECO и дастся вам вот ровно все что вам нужно еще у DECO кажется есть есть операция rotate это переставить из конца в начало или из начала в конец вы понимаете что это несколько в два раза быстрее чем две операции pop left и append right вас а так в общем нет это перестановка элемента с конца в начало или из начала в конец это это поп и плюс append right или pop append left или pop left плюс append просто вы понимаете да в случае когда вы это делаете на живой на живой очереди вы можете упереться например в идиотскую ситуацию что при каждом попе и каждом append ну не каждом ну короче у вас часто будет масштабирование происходить а тут не нужно масштабирование мы же знаем что у нас длина то не изменяется вот она просто ползает там вот по своей по своему куску памяти который она занимает эту очередь вот кольцевой буфер так примерно реализован на низком уровне во всяком вот есть в операционной системе помните там есть понятие этот самый буферлинг как можно имитировать двумерной структуры данных самый простой способ это просто список списков хранить сейчас один два три четыре пять шесть не так сейчас а равняется сейчас мы на конструячем range от и и плюс пять и лист выгодно ага for in range вот ну скажем трех трех мало хорошо тогда двенадцать восемь я хочу чтобы она была не читаемая вот плохо читаемая вот так сейчас 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 вот чем не двумерный массив смотрите а сначала правда там идет номер строки но это же не важно все равно похоже на двумерный массив а второе ноль один второе десятое вот вот десятый элемент понятное дело что такая конструкция она существенно больше жрет памяти и в каком-то смысле работает медленнее чем настоящий двумерный массив но ребят если вы хотите работать прямо вот с али оси двумерным массивом используйте либо модуль array питоний который прямо в питон встроен либо вообще идите в numpy где все вот это вот есть вот для вас сделано там в numpy есть такой огромный математический модуль numpy внешний питоновский в котором ну дофигищи математики проделано его очень любят всякие дата сатанисты вот это все тут есть одно маленькое замечание мы же знаем что если мы сделаем вот так вот то мы получим список длиною 5 ну в списке можно а последовательности можно умножать на на число соответственно если мы сделаем вот так вот то мы наверное получим двумерный массив вот кто не знает попробуйте найти подвох в этой картинке давайте я чуть чуть подлиннее сделаю чтобы опять же а ну вот вы запалили запалили да смотрите а пятое седьмое равняется ну скажем что хорошо будет видно 7 упс почему так да потому что а нулевое и это а первое ой false а естественно это а первое это один и тот же объект мы что сделали мы сделали здесь список объект под названием список из там 12 элементов а потом и этот объект стиражировали 8 раз ну сами себе злобные буратины соответственно если вы хотите вот такую конструкцию сделать она все таки чтобы она была ну не такая используйте списковую сборку как у людей да вот так вот вот тогда все будет работать вот такие дела значит у нас осталось 0 минут но я все-таки скажу две вещи три вещи первое я обещал сказать про копии дип копии вот для того чтобы сделать смотрите если мы скажем сделаем копию от объекта а до а а точка копии это то же самое что а вот да с баяном вот проблема состоит в том что мы скопировали только это три разных объекта но внутри у них лежат ссылки на одни и те же списки 8 понимаете если напишу что-то типа а 3 4 равняется 100 500 то к сожалению обычное копирование нас не спасет почему это три разных объекта содержащие ссылки на сколько там 12 одних и тех же список 8 в поэтому есть модуль модуль deep копии что ли называется и вот тогда только который рекурсивно обходит все последовательности в нашем объекте их копирует вот только тогда у нас появится да только тогда у нас появится возможность вас а на 1500 написано да вот и последнее чуть-чуть значит помимо range с которым мы уже с вами поработали кстати знаете что раньше индексируемый поскольку это арифметическая последовательность кто вам мешает вычислить двадцать четвертый элемент это арифметической последовательности только не range а r да никто или скажем минус 3 и да бога разин range индексируемый довольно забавная вещь есть еще волшебная штука она называется юнумерейт такая чисто питоновская фича если вы хотите проходить по последовательности и знать индексы то вы можете написать так ну допустим с равняется вы for и in range от len от s print и запятая s и ты да но так считается не кошерно на питоне потому что вот здесь вот какая-то жвачка непонятная гораздо кошернее хотя и слегка тоже непонятнее использовать вот такую жвачку да это я тороплюсь просто вот юнумерейт это последовательность которая не хранится в памяти она такая же вычислимая как range которая возвращает вам пару индекс очередной элемент индекс очередной элемент вот так задавайте пожалуйста вопросы потому что я сказал все что окей так если нет больше вопросов давайте я расскажу про домашку а что домашка домашка есть она я ее сегодня папа уже по это самое потестил вот увеличил в три раза лимиты по одному и по одной из задач нет код вашей программы из семи строк может мое решение состоит из семи строк не программы программы естественно программы все если нет нет больше вопросов всем спасибо в следующий раз в следующий раз мы кажется про функции будем говорить как без функции вообще жить про функции должны поговорить